Добрый вечер! Рада приветствовать вас сегодня в этот зной и расстаренный вечер. Мне кажется, прекрасная идея провести его в зале, в кондиционируемом помещении, посмотреть, а может быть, наверное, многие из вас... Кстати, поднимите руки, кто сегодня будет большой куш смотреть впервые. Отлично. Вас много, да. Благодарю КАРОАРТ и КУЛЬТ КИНО, которые сегодня дают нам возможность увидеть большой куш на большом экране. Вообще, конечно, тоже так страшно представить. Уже 21 год прошел практически, да, с премьеры. В августе 2000 года она состоялась, мировая премьера фильма Гая Ричи. Представлюсь. Меня зовут Катерина Крупнова. Я историк кинокостюма, сооснователь проекта о кино и моде Синемода. И сегодня я вам расскажу о том, как шла работа над сценарием, над съемками фильма, как проходил кастинг. Этот фильм действительно считается такой квинтэссенцией фирменного режиссерского стиля, и многие критики относят его действительно к вершинам в карьере Гая Ричи. Как сам Гай Ричи говорил в своем недавнем интервью, приуроченном 20-летию со дня выхода фильма на экраны, в принципе, сценарий Большого Куша действительно представляет собой такую своеобразную солянку из анекдотов, баек, которые он слышал в пабах, которые он слышал в спортзале. В общем, с миру по нитке он собирал эти истории, многие из них не вошли в его дебютную ленту «Карты деньги, два ствола», и поэтому он решил все нереализованные сюжетные линии своей первой дебютной картины реализовать во втором фильме. Как говорил сам Гай Ричи, не так сложно добиться успеха в первый раз, как сложно, как говорится, поддержать репутацию и снять второй успешный фильм, но ему это удалось. А хотя сам Ричи неоднократно говорил, что после вот этого феноменального успеха «Карты деньги, два ствола», к нему просто буквально выстроилась целая вереница продюсеров, предлагали достаточно такие амбициозные, крупномасштабные проекты, вот, но Ричи говорил, что ему хватило ума, с одной стороны, с другой стороны, страха, чтобы от них отказаться, потому что он понимал, что для второго своего такого крупномасштабного киноопыта нужно все-таки продолжить игру на знакомом поле, и он нам рассказывает историю, точнее, несколько историй из жизни лондонского криминитета разных мастей. Давайте следующий слайд. Вообще Гай Ричи, да, принято называть главным хулиганом британского кино, часто его называют британским Тарантино, и несмотря на такой активно культивируемый СМИ образ этакого хулигана, Сакраина, на самом-то деле все у него с происхождением хорошо, он родился в достаточно такой респектабельной семье, его отец был морским пехотинцем, потом начал делать успешную карьеру в рекламном бизнесе, а мать была домохозяйкой, когда Гай Ричи было пять лет, его родители развелись, но его мама очень быстро вышла замуж, не за кого-нибудь, а за баронетта, и, собственно, Гай Ричи провел свое детство и юность нигде-нибудь там на лондонских окраинах или в трущобах, как может кто-то подумать, а в шикарном старинном поместье 17 века, и вообще, согласно семейной легенде, его корни уходят аж в 13 век к английскому королю Эдуарду I, которому еще такое было прозвище Длиннону. Гай Ричи много что пережил на своем веку, в школе он был жутким дурчаном, сначала его дубасили одноклассники, он решил это пресечь, начал заниматься восточными единоборствами, к слову, у него черный пояс и по карате, и по дзидо, а со своим другом и главным актерским талисманом Джейсоном Стейтемом они также на пару занимаются бразильским джетсу, он тоже недавно получил черный пояс. И из привилегированных учебных заведений он был исключен, во-первых, он плохо учился, страдал с азлексией, также там был улечен в распространении наркотиков. В общем, такого классического образования он не получил, в 15 лет он был исключен из школы. И более того, когда он все-таки понял, что хочет связать свою жизнь с шоу-бизнесом, то он не решил пойти в киношколу, потому что решил, что там он выйдет таким выпускником оттуда, с таким достаточно шаблонным взглядом на искусство, на кино, поэтому он предпочел не изучать теорию, постигать ремесло на практике. Он начал свою карьеру с позиции курьера на киностудии, потом он делал всякую такую работу мальчика на побегушках и присматривался. Парень казался достаточно талантливым, и постепенно он начал снимать то какие-то рекламные видео, то музыкальные клипы. И сам Гайрич в одном из своих интервью говорил, что как раз в 25 лет его осенило, что все-таки он хочет быть именно режиссером кино. И, с одной стороны, конечно, устрашило то, что он уже как-то поздновато начинает, потому что тот же самый Стивен Спилберг снял свой первый дебютный фильм «26 лет», но ему было 25 в тот момент озарения, и он понял, что сейчас он использует все свои финансовые накопления и снимет свою дебютную картину, которой стала короткометражка «Трудное дело». И этот фильм во многом послужил таким и сценарным, и стилистическим заделом его полнометражного дебюта «Карта, деньги, два ствола». Давайте следующий слайд. Как я уже сказала, многое из того, что мы увидим на экране в большом куше, горечье почерпнуло жизни. И вот как раз выключение этой троицы, да, соло Винца и Тайрона, это, в принципе, не плод фантазии режиссера, достаточно богатые, а фактически такие реально воспроизведенные криминальные хроники, ну и серии там «Самые нелепые преступления, совершенные в Лондоне», в том числе и, наверное, одна из самых уморительных сцен, когда герои вносят букмекерскую контору. Все это было на самом деле. И вот как раз артист Лени Джеймса, который сыграл соло, он как-то неоднократно страдал, на съемочной площадке. Давайте следующий слайд. Прежде всего, от вот этой вот милой собаченцы, да, которая, конечно, сыграла, можно сказать, что такую одну из ключевых ролей в фильме по сюжету. Но вот как принято писать, да, на съемках фильма ни одно животное не пострадало. Вот как раз на съемках фильма «Большой куша» актер очень серьезно пострадал от собаки, когда снималась сцена в машине. Та его так очень сильно тяпнула за руку. И вообще все актеры как-то страдали от этого пса с неуживчивым агрессивным характером. Поэтому якобы по легенде, когда снималась сцена, да, и герой Дениса Фарины просит героя Винни Джонса как бы открыть собаку, да, посмотреть в собаке, то многие говорили «Да, да, да, давай». Но, кстати говоря, опять-таки пишут, что в какой-то момент собаку заменили на другого артиста. Вот, но так или иначе, пёс как следует укусил Лени Джеймса, а более того, в сцене как раз ограбления букмекерской конторы, когда он из обреза стреляет в стену, он также пострадал там. И, в общем, все говорили, что, ну что же такое вот фактически, он был, как говорят, там, епиходов 33 несчастья. В общем, актеру эти съемки дались нелегко. Давайте следующий слайд. Джейсон Стейтам действительно стал одним из главных актеров в «Большом куше». Собственно, его многие называют действительно таким актерским талисманом, и можно сказать, что как раз Гайрище подарил ему такую достаточно благополучную актерскую карьеру. Сам Джейсон Стейтам изначально актером быть не собирался. Он спортсмен, 12 лет входил в сборную Великобритании по прыжкам в воду, и даже в 19-м году на соревнования приезжал в Россию, в Москву. Потом он начал делать модельную карьеру, и даже был, собственно, лицом рекламной компании Томми Хильфигер, рекламировал джинсы. И потом, как бы завел агента, уже подумали они, почему бы ему не попробовать свои силы в кино. И вот что подкупило Гая Ричи? Он узнал, что когда у Стейтама дела шли не очень хорошо, чтобы как-то заработать на жизнь, он торговал на улице всякой такой дешманской парфюмерии, бижутерии дешевой. И, собственно, когда он пришел на пробы в «Карты деньги. Два ствола», Гай Ричи, помятую, вот такой уже известный ему бэкграунд соискателя на эту роль, предложил ему в качестве тюда, собственно, разыграть вот такую сцену, чтобы он убедил его, не режиссера, а потенциального клиента, купить какое-то примитивное украшение. И он был просто поражен, с каким энтузиазмом Стейтам начал впаривать ему вот эту безделушку. И более того, когда Рич тоже вошел в роли и попытался вернуть якобы уже купленную вещь, тот настолько виртуозно отказывался, вот, что Га Ричи понял, что вот он нашел своего актера. И, кстати, в «Большом куш» изначально роль турка или турецкого, если пользуются переводом, Гоблина, она предполагалась как роль такого второго плана, но в итоге он настолько Гай Ричи подпал под обаяние личности харизматичной Стейтам, что расширил, в принципе, для одной из ключевых ролей, и плюс сделал его рассказчиком. И потом у них был такой достаточно долгий перерыв, но вот совсем недавно, в апреле, да, вышел фильм «Не в человеческий», где снова главные роли Джейсон Стейтам, и более того, относительно недавно закончились съемки очередного фильма под рабочим названием «Пять глаз» режиссер Гай Ричи и снова главные роли Джейсон Стейтам. Давайте следующий слайд. Еще одна их совместная работа — это фильм «Револьвер», который многие посчитали уж слишком таким многосложным и претенциозным, и так он и в прокате провалился, и, в принципе, критики к нему достаточно прохладные отнеслись, но тема шахмат там была отражена, и, в принципе, Гай Ричи, те, кто читал его личные, да частные жизни, он заядлый игрок в шахматы, а его любимый партнер по игре в шахматы в перерывах между съемками — это как раз Джейсон Стейтам, хотя говорят, что Джейсон Стейтам, как правило, обыгрывает Гай Ричи, и Гай Ричи этому всегда несказанно радуется. Давайте следующий слайд. Гай Ричи, если говорить о стиле фильма Хричи, то вообще его друзья часто рассказывают, что, наверное, не меньше, чем кино, Гай Ричи любит моду и разговоры об одежде. Он сам всегда, вот если вы обратите внимание, даже на его фотографии, сделанные папарацци частной жизни или когда он выходит на красную дорожку, цикл, действительно, лондонские дэнди, одет с иголочкой, всегда очень тщательно подобраны образы. Естественно, он всегда работает в тесной коллаборации с художниками по костюму. На данной картине это была Верити Хоукс, которая потом также с ним работала на револьвере. И вот обратите внимание, да, вот эта сладкая парочка Томми и Турецкие, они одеты в очень такие элегантные, лаконичные пальто цвета Camel. И вот как раз контрастная отделка воротника пальто Томми, она не случайна и достаточно символична. Вот давайте следующий слайд. Дело в том, что такое пальто было любимым в гардеробе Аль Капоне, который был одним из самых, считалось бы, таких, да, щеглов в мире гангстеров. И вот как раз это черно-белый кадр сам Аль Капоне, а правее это Роберт Де Ниро, который сыграл Аль Капоне в знаменитом фильме Брайна де Пальма «Неприкасаемый». И кто бы знал, даже что пройдет некоторое время, и Стивен Грэм, исполнитель роли Томми, сам сыграет Аль Капоне в пультовом уже, да, ныне сериале «Подпольная империя». Подобное пальто он там, правда, не носит, но, возможно, вот, как говорится, что-то витало в воздухе, да, и таким образом предопределило. Кстати, Стивен Грэм попал, в принципе, в кинематограф Гай Рич тоже достаточно случайно. Все началось еще с 95-го года, когда планировалось съемку короткометражки «Трудное дело». Он привез своего друга, который должен был там играть, на съемку. Благурил, говорил с таким ярко выраженным ливерпульским акцентом, он сам из Ливерпуля. И Гай Рич рассказывал, что он подумал, что он просто водитель. Ну, такое достаточно харизматично. Когда он знал, что актеры, в принципе, можно говорить с любым акцентом, он понял, что тот обязан сыграть в его короткометражке. И вот волею судеб тому другу дали какую-то вообще незаметную роль, а Стивен Грэм уже там как-то засветился. И уже когда оказался на съемочной площадке Большого Куша, хотя вроде бы тоже не собирался там никого играть, вот тем не менее, как-то так за компанию его Гай Рич тоже утвердил. И фактически Томми, да, это так же, как и роль Стейтема, одна из ключевых ролей в Большом Куше. Давайте следующий слайд. Бинни Джонс. Вот действительно такой человек удивительной судьбы. В сценарии «Карта деньги два ствола», когда шло описание внешности Большого Криса, было написано, громила похож на английского футболиста Бинни Джонса. Ну и вот так получилось, что и сыграл Большого Криса Винни Джонс. Винни Джонс такая достаточно неоднозначная фигура британского футбола. Вообще у него прозвище Секира. Это прозвище он получил, потому что практиковал такие достаточно грязные приемы в игре. Более того, в 92-м году, по-моему, он выступил рассказчиком в видеофильме «Жесткие парни футбола», где фактически так беспалево озвучивал все лайфхаки по грязной игре в футбол. Он также входил в так называемый золотой состав футбольной команды «Уимблдон», и как раз при нем в 88-м году они завоевали Кубок Англии по футболу. Но поскольку вот опять-таки как раз он был таким достаточно скандальным и не самым чистоплодным игроком, у него какое-то рекордное количество там и желтых, и красных карточек. В общем, в 33 года его уже карьера футболиста была завершена. И, наверное, может быть, как он сам говорил, он поскатился до уровня бармена или вышибал в каком-то третисортном баре, если не встреча с Гайем Ричи, потому что сыграл действительно очень талантливо, то есть он не только фактурный и харизматичный, но действительно очень подвижный именно в актерском плане. И сам Датин Холкман после премьеры фильма «Карта, деньги, два ствола» сказал, что в этом парне что-то есть, это, наверное, будет новый Брюс Уиллис. Ну, новый, не новый Брюс Уиллис, но он получил даже ряд премий за свой кинодебют. И в «Большом куше» великолепно сыграл Тони Пули у зуба, хотя изначально якобы ему предполагалась роль, которую впоследствии сыграл Брэд Питта, а именно роль цыгана Микки Анива. Давайте следующий слайд. Еще один из таких, наверное, главных и многими фанатами Ричи, любимых персонажей, да, главный злодей фильма «Кирпич». Кирпича мог сыграть главный Джеймс Бонд всех времен и народов Шона Коннери. Дело в том, что ему очень понравился сценарий, и для того, чтобы подогреть его интерес, Мэтью Уон, продюсер, организовал частные просмотры для сэра Шона Коннери. Просмотр, соответственно, первого фильма «Карта, деньги, два ствола». И когда фильм закончился, он сказал ему на ухо, «Вы знаете, вы сняли очень хорошее кино, но я вам не по карману». И отказался сыграть «Кирпича». Долго шел кастинг, собственно, Аллен Форд. Он уже был достаточно известен по сериалам и сыграл одну из ролей в первом фильме «Ричи». Но он неоднократно приходил на пробы, и что-то как-то не складывалось. И вот удивительное дело, да. Он вышел в очередной раз, на поле третий или четвертый по счету пробы, но забыл дома надеть контактные линзы, и во время читки сценария тут ему одолжил эти очки в роговой оправе. И тут Гайя Ричи осенила. Вот как должен выглядеть его кирпич. То есть фактически, вот опять-таки, да, такой контраст. С одной стороны, атрибут, да, очки, которые, наверное, символизируют какую-то беззащитность, да, человека. При этом они стали ключом к раскрытию образа такого вот действительно бескомпромиссного злодея, готового скормить свиньям трупы своих врагов. Давайте следующий слайд. Две голливудские звезды. Бенисио Дель Торо и Брэд Питт. Ну, во-первых, все-таки уже бюджет фильма был 10 миллионов долларов. Хотя, конечно, Брэду Питту пришлось продаунгрейдить, да, свой гонорар привычный. Бенисио Дель Торо тогда уже тоже действительно был в «Зените славы». Он только что получил Оскар за роль второго плана в фильме «Трафик». Но, опять-таки, как говорится, проявил себя как голливудская звезда. Да, и сам Гай Ричи вспоминал, что перед съемками знаменитой сцены «Ограбление», когда он одет как хасид, он ему все разложил буквально там по движениям, как сыграть. Он говорит, ты понял, понял. И сделал все абсолютно по-другому, по-своему. Ну, Гай Ричи спорить со звездой голливудской не стал. А с Брэдом Биттом вообще связана отдельная история. Дело в том, что он настолько, как и многие голливудские звезды, был заворожен тем таким вот свежим глотком, глотком свежего воздуха, который подарил первый фильм Гай Ричи, что он безумно захотел сниматься в его следующей ленте и сказал, что обязательно найдите для меня роль. И давайте следующий слайд. Так получилось, что Брэд Питту, ну, никак не давался лондонский акцент, ирландский акцент. Ну, не всем дано, как какой-нибудь там Мэрил Стрип, который, кстати, сегодня день рождения, говорить на разных языках, да, и с разными убедительными акцентами. И поэтому Гай Ричи решил пойти в Апанк и дать ему роль Микки О'Нила, да, ирландского цыгана, который говорит так, что вообще непонятно, что он говорит. Собственно, как потом говорили, это была такая ответочка в сторону критиков, которые упрекали актеров из «Карты. Деньги. Два стола», что они говорят так с этим лондонским выговором, что вообще ни черта не понятно. Ну, нате, распишитесь, Брэд Питт говорит так, что ничего не понимают не только зрители и критики, но и персонажи по фильму. Вы помните, что там очень много таких стебных шуточек, связанных с его речью, но вот тем не менее. Одет он, конечно, тоже с таким цыганским шиком, при этом, казалось бы, да, видавшая виды кожаная шляпа Трилгина, он носит ее с таким опломбом, да, эти массивные цыганские украшения, и, конечно же, и кожаная куртка, и дубленка, в общем, такой вот яркий образ. И давайте следующий слайд. Нет, вообще, Брэд Питт, он немного, ну, не то, что как бы боялся соглашаться на эту роль, потому что до этого он сыграл в бандинском, в бойцовском клубе, и поэтому подумал, что он закрепится в этом амплуа, вот, но желание поработать с Гаем Ричи все-таки было сильнее, и он согласился. Его тренировал знаменитый Джо Гуссен, который выпустил не одну звезду бокса, и тренировки проходили каждый день в течение пяти недель, и, в принципе, можно сказать, что он подавал надежды, как такой перспективный боксер, вот, как говорил Гуссен, он вошел в мою дверь и, собственно, прошел через настоящую мясорубку, чтобы стать тем, кем он стал, и вот на такие боксы говорят, что все сцены боев поставлены очень и очень профессионально. Ну и обратите внимание на татуировки, естественно, это не татуировки Брэда Питта, тоже каждый день во время пяти недель съемок в течение двух-трех часов художники это все на его теле воспроизводили. В заключение могу сказать, что, да, действительно, это квинтэссенция стиля режиссерского Гая Ричи. В фильме много отсылок к разным другим его любимым картинам, в том числе разговор о Деве Марии в начале фильма, это отсылка к знаменитому разговору героев бешеных псов, есть отсылки в начальных титрах и к титрам знаменитого вестерна Сэма Покинпа, вот как раз, да, из «Дикой банды». И в целом, как говорит Гая Ричи, когда он снимал «Большой куш», он хотел, чтобы в таком массовом сознании британское кино уже ассоциировалось не с таким размеренным стилем костюмных драм, а с чем-то новым, задорным, энергичным, и ему это, конечно, удалось. Он привнес клиповую эстетику, да, параллельный монтаж и бесконечные флешбеки, рапиды, собственно, все эти слагаемые стиля режиссерского Гая Ричи, из-за которого мы его все так любим. Но, кстати говоря, когда сам Гая Ричи посмотрел фильм первый раз, он ему дико не понравился, и он заснул через 30 минут после начала, и сам, если не лукает, признается, что совсем недавно решил пересмотреть фильм, и вот тут-то он ему понравился. Так что надеюсь, что всем вам, кто будет смотреть этот фильм в первый раз, или тем, кто будет смотреть его, не знаю, во второй, в третий или в десятый раз, раз он понравится. Желаю вам приятного просмотра, и до встречи в кино.